Возможно, эффективно работать, а для этого самое важное – иметь доверие народу. Оно у вас есть, это показано по результатам выборов, и это очень важно. На самом деле это самое главное. Такие сложные моменты для жизни страны – это, наверное, вообще важнейшие условия для дальнейшего развития. Поэтому я вас действительно искренне с этим поздравляю. Я надеюсь, что мы сложим сегодня и вот так вот формально, и уже неформально, за обедом, за рабочим поговорить по всем вопросам, которые мы так подробно обсуждали в последнее время и которые требуют нашей решения. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте, прежде всего, еще раз выразить мои соболезнования по поводу крушения самолета на Камчатке и выразить сочувствие всеми, всех погибших и близких. Спасибо за приглашение и поздравления. Это действительно очень важный повод обсудить все вопросы наших отношений. В текущем году это уже наша третья встреча здесь, и это, по-моему, выражает динамику отношений между нашими странами. Но, к сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. И должен сказать, что после размещения российских миротворцев в общем на Горном Карабахе ситуация стабильная. Но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. И я сегодня хочу с вами делиться оценками, почему и мнениями, почему и как это происходит. Еще и не очень стабильная ситуация на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно разговаривали. И хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. И я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы. До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решен еще полностью вопрос военнопленных. Хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей, потому что несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину. Я хочу подчеркнуть вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили. И через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину. Должен сказать, что есть кое-какие хорошие новости из сферы экономики. Я надеюсь, что вы помните, что в 2019 году мы в Ереване обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮГАЖД. И я должен сказать, что сегодня полным ходом идет обновление железнодорожных составов в Армении. Это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. Должен сказать, что в текущем году еще растет и экспорт из Армении в Россию после COVID-19 года. И хочу поблагодарить еще вас и за поддержку в доставках вакцины «Спутник Ви» в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. И слава Богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. И на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армении. Это тоже очень хорошая новость. И сегодня я надеюсь, что мы успеем обсудить все вопросы наших двусторонних отношений и сферить часы после выборов и перед новым этапом в жизни нашей страны. Наше Ministério ck shadyato. Наш вице-премьер Бор purchase был у Вас недавно, но не подробно предложил сегодня. В целом, мне кажется, консультации идут нормально между ведомствами? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...